В конце зимы выпало большое количество осадков. Предприятие благоустройства день и ночь ведет борьбу со снегом. На уборку города выводят максимальное количество сотрудников и спецтехники. Однако очистить всю территорию непросто. Проблема Ирбита, впрочем, как и многих других городов, это лестницы с полозьями для колясок. Спуститься по ним сегодня крайне проблематично, а порой и просто невозможно. Наталья Шутова живет на горе. Каждый день прогуливается с коляской со своим пятимесячным ребенком. Спуск по лестнице, что на улице Комсомольская, превращается в настоящий экстрим. Нужно смотреть, чтобы второе полозиво попало на нечищенное маленькое колесо, на нечищенное маленькое полозиво. Здесь мне нужно преклониться, держаться и держать свою коляску. Подержите. Я держу и спускаемся. После ремонта лестница сделана под уклон. Следовательно, все это катится, нога. Скаты для колясок забиты снегом. Да и сам подход к лестнице из-за образовавшегося снежного нароста стал крайне неудобным. Сложно не только мамам с колясками, но и остальным пешеходам. Я думаю, что я не одна мама, живущая здесь на горе с коляской. Вот так мы поднимаемся. Мне приходится толкать коляску вот так. Я прямо иду, иду, иду и пришла. Все. После ремонта, как отмечает Наталья, лестница стала намного удобнее. Но это только летом. А зимой, очевидно, дворники просто не справляются с обильными снегопадами. Или же забывают учесть потребности маломобильных граждан. Молодая мама даже сама хотела отдолбить спрессованный снег на подходе к лестнице. Доломик и метла в коляске не помещаются. Здесь нужно все отбить, чтобы хотя бы можно было подъехать. Может быть, доварить эти чуть-чуть совсем. Здесь для людей тоже нужно очищать, не только для колясок. Стоит отметить, что лестница на Комсомольской не единственная, которая находится в таком заснеженном состоянии. С аналогичной проблемой сталкиваются горожане и на улице Пролетарская. И иногда выход только один. На свой страх и риск идти по проезжей части. Дано указание мастеру. Все лестницы просмотрят, везде все почистят. В ближайшем не будет все выполнено и приведено в соответствии. Полностью очистить город от снега непросто, но коммунальщики делают все для этого возможное. Более того, предприятие «Сигнал» всегда открыто для диалога. Об опасном участке всегда можно сообщить на предприятие по номеру телефона 6 38 64. Звонить можно в рабочее время. А единая диспетчерская служба звонки на номер 112 принимает круглосуточно.